Вот это вот, так называемое, первое поле. То, что вы видели, подвой и привой, в феврале месяце прививается, вот это место прививки, видите, можно отсюда его видеть, вот это привой, то, что мы видели выше дороги, а вот это вот, подвой, да, это привито, прошло сложную технологию стратификации, а потом было высажено в марте месяце сюда. Видите, как они выглядят, видите, как они выровнены, это видно, что один сорт, вон там другой сорт, вон там они... Мы за этим следим, как вы за вашей продукцией, за качеством, чтобы это был, скажем, если это песчанский, песчанский, если это коганинчану, коганинчану, если это мелатай, мелатай, чтобы это был сорт, чтобы не было смеси. И у нас получается. Вот здесь мы высадили в марте, апреле, и они уже вот так развиваются. Значит, мы категорически не поливаем. Вы видите, никакой системы рожения здесь нет. Мы хотим, чтобы наши шаженцы были спартанцами. А что они хотят, чтобы спарта были спарта, чтобы они не были осознанными. Потому что при стоимости, скажем, 7 или 8 евро шаженец, можно поливать его из сианикой. Это 7-8 евро, это, что я могу сказать, что все, что все, что кисканнам вручугаться. Он будет очень нежный, изнежный. Он будет избалованный. Он будет избалованный. Вот здесь у нас посажено 86 тысяч. 86 тысяч лет лет. А вот там поле, видите, черное, там подготовлено для того, чтобы посадить весной будущего года. А дальше люцерна. У нас мы на этих полях, которые выращиваем саженцы, которые выращиваем подвоем, мы не выращиваем ни кукурузу. Да. Мы не выращиваем ни кукурузу, ни подсолнечник. Ничего такого, чтобы мы выращиваем культуру, которая помогает реабилитировать почву и создать естественные плодородии без химии. Это первое поле. Но эти саженцы мы не продаем, потому что у них есть еще одна проблема. Есть так называемый скрытый брак. Скрытый брак. Вот саженец, он нормально выглядит. Но у него есть некоторые проблемы с аффинитетом, совместимостью. Есть что-то в спайке, которое пока не видно. И оно проявляется в основном на второй год вегетации. И на второй год вегетации, значит, это второе поле. Весной будущего года, в марте месяце, мы вот так. Будем срезать вот так вот. Вот так. Все мы будем срезать их вот так вот. Вот так вот. На два глазка. А это, кстати, град. Видите, град был. У нас был большой град. У нас был большой град. Мы будем срезать так. И что будет получаться, вы сейчас увидите. Идем. Вот видите, мы резали на один глазок. Вот так. И пошел побег, который за один год вырос на два метра. И мы не даем азотное удобрение. И не дают азотное удобрение. И не дают азотное удобрение. Мы его не даем. Если мы дадим там азотное воду, они за год будут такими. У нас совершенно оригинальная технология. Вот если мы срезали его так, он начинает... Здесь целая куча побегов будет. Побеги будут и с подвоя, и с привоя. Мы выбираем из подвоя, мы удаляем их сразу. А из привоя мы выбираем лидера. И для того, чтобы его ветер не повалил, мы ставим вот эту временную опору и натягиваем нитки. Это вязальный шпагат. Кстати, тоже венгерский похоже. Вот так. И побег по мере роста. По мере роста мы ставим между ними. И он никуда не может упасть. Видите? Вот видите эти ряды, как они красиво смотрятся. Это саженцы. Такой технологии в мире нет. Это очень легко убедиться. Можно смотреть в интернет сейчас за 5 минут можно убедиться. Это наша. Она очень сложная, дорогостоящая, потому что вот эти, например, этих тычек на этом массиве 12 тысяч штук. А стоит она в пределах где-то около ну, 0,4... 40 центов. 40 центов. Да, 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 да. Это акация. Акация срезанная. Вот этих ниток здесь более 120 километров. Это они стоят по 3... Это сколько площадь у вас? Здесь около двух с половиной гектаров. Скоро с половиной гектаров. Да. Вот так. Ну, дни так видите, раз, два, три, четыре, еще пятый ряд будет. Я видел, что они как растут, девочки. Мы их вот так вставляем сюда, между ними, и они растут. Вот этот... И таким образом оно... В этом секрет, почему они стройные, почему они хорошо приживаются и хорошо растут в садах и не огорчают наших партнеров. Мы не называем наших покупателей покупателями там или клиентами. Это как-то мелко. Вы партнеры. Партнеры. Потому что мы делаем хороший материал, а если человек с умом и с душой работает и посадит и будет ухаживать за садом, он будет отличный сам. Если мы дадим в руки человека, который не хочет на него, он просто так, то он погубит любой материал. Поэтому мы называем вас партнерами. Мы же у вас ничего не купили. Мы надеемся. Потому что он будет моим партнером. Мы надеемся на лучшее. Все хорошо. Спасибо, что вы нас партнерами принесли. Пойдем. Дальше. Формировка здесь, значит. Она, начиная с того, как мы срезали и тут целая шапка уже побегов. Мы 12 раз приходим на поле. Делать обломку. Направляем. Ставим нитку. Поднимается, снова ставим ее. Еще поднимается, снова поставим. Значит, и вот сейчас это мы... Главное вы оставляете всегда самого такого спорта, да? ну, надежного, самого мощного побега. Понимаете, тут есть тоже вот наша интересная позиция. Многие смотрят оставить побег, где он, ну, скажем, по центру. А мы оставляем побег, который выбрало растение. Мощный побег. Потому что он может выходить, он может выходить не здесь. Он может выходить не здесь. Он может выходить вот тут. Но он самый мощный, значит, растение его выбрало. Почему оно его выбрало? Можно докторскую диссертацию. Но факт, что оно его выбрало. И мы идем за интересами дерева. Не пытаемся им его ломать и, скажем, что-то ему предлагать наш. Мы, начиная с апреля, ставим эти опоры, а сейчас вот через месяц будем их снимать. Это снова то. Эти 12 тысяч надо будет вытащить, собрать, нитку надо будет смотать, а потом будем копать. Это, как говорится, то, что надо сделать, для того, чтобы иметь такое качество. А сейчас пойдем посмотреть традиционный молдавский сад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова